А студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяна Салмановна и Макту Саи Фудин. Читаю отрывки из книги Джозефа Мерфи «Управляйте своей судьбой». Страница 269. Ему было 110 лет. Несколько лет назад во время лекционного турне по Индии в Бомбее мы представили человека, утверждавшего, что ему 110 лет. Такого прекрасного лица, как у него, я никогда не видел. Казалось, он был преображен лучами какого-то внутреннего сияния. В его глазах была редкая красота. Указывающая на его почтенный возраст, воспринимаемый им с радостью. Лучистый взгляд свидетельствовал об абсолютной ясности его ума. Глава девятая. С помощью подсознания к благосостоянию. 124 страница. Если у вас финансовые трудности, вы стараетесь свести концы с концами. Это значит, что не сумели убедить свое подсознание в том, что у вас всегда всего будет в доставке. И даже кое-что останется по запасу. Вам, наверное, приходилось слышать о людях, работающих всего по несколько часов в неделю и получающих сказочные суммы. Не так уж они и изнемогают в работе. Не вейте роспозням, что богатым можно стать только в поте лица. Это не так. Лучше всего жить легко. Делайте то, что вам нравится делать. И делайте это с радостью и восторгом. Все богатства в сознании. Богатство – это не больше, чем подсознательное убеждение человека. Вы не можете стать миллионером, просто повторяя, просто повторяя, я миллионер, я миллионер. Вы должны врасти в осознание богатства и благосостояния. Перестроить свой образ мышления на идею об изобилии. Невидимые средства поддержки. Беда большинства людей в том, что у них нет невидимых средств поддержки. Если у них не идет дело при падении биржевых акций или потере своих инвестиций, эти люди становятся абсолютно беспомощными. Причиной кроющихся за таким безнадежным положением дел является их незнание о безграничных возможностях подсознания. Они незнакомы с его неисчерпаемой кладовой. Человек со складом ума нищего постоянно попадает в нищенские условия существования. Другой же обладает уверенным сознанием богатства, полон идей об изобилии и окружен всем необходимым. Человек не создан для нужды и бедности. Вы можете быть богатым, иметь все необходимое и даже откладывать прозапас. Ваши слова обладают силой очищать сознание от неправильных идей и внушать вместо них верные мысли. Идеальный метод создания богатого сознания. Читая эти строки, вы, наверное, думаете, мне нужно быть богатым и преуспевающим. Для этого рекомендую вам повторять про себя по 5 минут 3-4 раза в день богатство-успех. Эти слова обладают огромной силой. Они раскрывают внутренние возможности и силу подсознания. Укрепитесь своими мыслями в этой могущественной силе, скрывающейся в вас и в вашей жизни проявят себя условия и обстоятельства, соответствующие характеру и качеству вашего образа мышления. Вы не должны ограничиваться простым повторением слов «я богатый». Необходимо проникнуться реально существующей силой своего подсознания. В вашем разуме не возникнет конфликт при слове «богатство». Более того, ощущение богатой жизни будет накапливаться и расти в вас по мере осознания идеи благосостояния. Всегда помните, чувство богатства порождает богатство. Ваше подсознание подобно банку или своего рода вселенскому финансовому заведению. Оно многократно увеличивает и притворяет любую воспринятую идею о богатстве или нищете. Предпочтите богатство. Почему не проходят ваши пожелания о богатстве? За последние 35 лет я беседовала со многими людьми, которые обычно жаловались. Я повторяла на протяжении недель и месяца слова «я богат», «я преуспеваю», но ничего не происходило. Анализ всех подобных случаев привел меня к выводу, что, повторяя слова «я богат», «я преуспеваю». Они сердцем чувствовали, что обманывают себя. Один человек поведал мне о своей беде. Я повторяла до изнеможения, что я богат, но все стало еще хуже. Я осознавал, в моей душе не было уверенности в том, что я пытался утверждать. Данный случай, несомненно, свидетельствует, что сознание этого человека отвергало его утверждение, и в реальной жизни появились вещи, совершенно противоположные неискренним словам. У вас будет больше шансов на успех, если ваше пожелание прозвучит очень конкретно и не вызовет ментального конфликта или спора. Пожелание того человека не возымело положительного действия, наоборот. Они произвели отрицательный эффект, лишь усилив его решения и трудности. Вы не можете обмануть свое подсознание. Оно принимает только то, что вы на самом деле считаете истинной, а не просто праздные слова или утверждения. Подсознательным разумом воспринимаются только доминантные идеи и убеждения. Это страница 127. Как избежать ментального конфликта? А предлагаем идеальный способ преодоления ментального конфликта тем, у кого он возник. Часто повторяйте следующие слова, особенно перед сном. Мое благосостояние постоянно растет. Все служит моим интересам. Эта просьба не вызовет никакого внутреннего спора, так как не противоречит впечатлению подсознания о состоянии ваших финансовых дел. Я предложил одному очень обеспокоенному бизнесмену товарооборота, финансовое состояние которого оказалось в плачевном состоянии, чтобы он спокойно сел в своем офисе, в кресло, полностью расслабился и повторял много раз следующие слова. Состояние дела со сбытом моих товаров улучшается каждым днем. Такое утверждение, повторяемое регулярно на протяжении определенного времени, способствовало взаимодействию сознания и подсознательного разума, и положительные результаты не заставили себя долго ждать. Подсознание приносит дивиденды. Имеющему чувство богатства добавится больше богатства. Думающий постоянно о бедности станет еще беднее. Подсознание умножает и увеличивает то, что вы в него закладываете. Каждое утро прибор буждения. Думайте о благосостоянии, успехе, богатстве. В душевном покое. Размышляйте над этими понятиями. Занимайте как можно чаще свой ум такими идеями. И подобные конструктивные мысли найдут свой путь в качестве депозитов вашего подсознания, принося в жизнь изобилие и благосостояние. Подлинный источник богатства. У подсознательного разума нет недостатка в идеях. Он обладает бесконечным числом идей, готовых течь в ваше сознание проявляться наличностью в вашем кармане и на ваших банковских счетах. Самым разнообразным способом. Этот процесс будет продолжаться. Страница 129. В сознании, независимо от того, падают или растут цены на акции, падает или растет курс фунта, стерлинга или доллара. Ваше богатство никогда в действительности не зависит от акций, облигаций или денег на банковском счету. Все это в реальности только символы, необходимые и, конечно, полезные, но всего лишь символы. Я хочу еще раз подчеркнуть свою мысль. Если вы убедите подсознание в своем богатстве, уверены, что это богатство всегда циркулирует в вашей жизни, то всегда и неизбежно будете иметь его, независимо от принимаемой формы. Давайте еще раз прочитаем. Я хочу еще раз подчеркнуть свою идею. Если вы убедите подсознание в своем богатстве, уверены, что это богатство всегда циркулирует в вашей жизни, то всегда и неизбежно будете иметь его, независимо от принимаемой формы. «Как навсегда остаться юным душой». Глава 20. Ох, наверное, феерическая глава, феерическая глава. Но это, наверное, будет в следующей серии моей программы. Студия позитивного мышления Татьяны Салмановны Мактум, Саин Фудин. Книжку Джоэльфа Мерфи читаю я, Татьяна Салмановна Мактум, Саин Фудин. Тут очень много. У Джоэфа Мерфи просто феерические. Что ни страницы, то феерические мысли. Феерические мысли, феерические главы. Ментальное лечение в древние времена. Глава 4. Право быть богатым. Глава 10. Подсознанием пользуются ученые. Глава 12. Следите за анонсами моих следующих выпусков, моей программы. Татьяна Салмановна, с вами была Татьяна Салмановна Мактум, Саин Фудин. Татьяна Салмановна Мактум. Подписывайтесь на канал. Продолжение следует...